Как долго ждали мы этот праздник, 1 апреля, и да, он у нас будет праздноваться в танках онлайн. Вас будет ждать очень много интересного, и в этом видеоролике я расскажу все, что будет праздноваться в данном празднике. А перед началом хотел бы сказать, что вы подписались на канал и, конечно же, нажали на колокольчик, чтобы не пропускать ЗЛПшек на 1 апреля. Но я желаю вам приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами БГТРИФТО, и сегодня, ребят, я расскажу вам, что будет праздноваться на 1 апреля в танках онлайн в 2020 году. Даже некоторые думали, что его вообще не будет из-за коронавируса, но я знал, что он будет, и вот разработчики его уже анонсировали, и сейчас я вам расскажу, что же все-таки будет на данный праздник. Давайте, в принципе, начнем. Поэтому, хотел бы сказать, что вообще праздник будет длиться 5 дней с среды 1 апреля по воскресенье 5 апреля. Ну, там в 5 утра, там, в 5 утра, короче, он будет заканчиваться, но это понятно, наверное, не буду говорить. И первое, что нас будет ожидать, это двойные фонды во всех матчмейкинговых битвах, поэтому в 2 раза чаще кристаллов вы сможете заработать во всех битвах, даже в каждой сам за себя. Кстати, давайте перейдем к этому режиму. Это будет режим каждый сам за себя на карте Губаха. Это сделать специальный режим, где будут падать вот эти вот праздничные голдики, но скажу сразу, что они не только здесь будут падать, а еще во всех битвах, но, к сожалению, во всех битвах матчмейкинга они будут падать с обычной вероятностью вообще ни во сколько они их даже не повысят. Ну, не знаю, возможно повысят, просто не говорили этого, я, кстати, тоже проверю обязательно это утром. И самое главное, то, что они повысят на вот этой вот карте в опять во много очень раз, они даже прям так намекнули, типа, ухаха, типа, что-то опять ржали, что-то там. Ну, в общем, будет, как обычно, повышенные голды, во сколько-то они раз там повышают, я не знаю, в x30, x20. Но это будет тоже очень круто, круто. Здесь, кстати, я хотел сказать, что карта такая по себе сама небольшая. И, в принципе, самое главное, что вы хотите узнать, где же зоны выпадения. А самое главное, это зоны выпадения, я вам скажу, они большинство в центре. Ребята, да, в центре. И нет их где-то там по краям. Но есть, конечно, да, сейчас я к этому перейду. Ребят, перед вами такое изображение, где расположены все зоны выпадения на карте губах. Я их копал на форуме, это было, конечно, не сложно. Но все же вы можете заметить то, что все зоны выпадения на центре. Ну, есть, конечно же, по краям там справа, ну, в верхнем углу есть две точки зоны выпадения голдов. И есть слева в нижнем углу. Но все же остальные метки у нас даже большинство в центре. Давайте вот посчитаем 4, 3, 7, 8, 9, 10. Всего 10 меточек, куда вы успеете доехать. Даже 10, 11, 12, 13, ну, как бы это уже чуть подальше. Но, в принципе, 10, 11 меточек это в центре. Это большинство, получается, голдов. И, в принципе, вы успеваете на каждый. Также хотел бы сказать, что на каком лучше всего корпусе ловить голды. Эти супер голды на вот этой вот карте губаха. Ну, мне кажется, ребят, что лучше всего будет, конечно, ловить на диктаторе. Да, я знаю то, что вас могут сразу жалевать. Но, в принципе, если вы будете чуть, ну, чутка там прятаться. Тем более же голды у нас как бы летят сразу. Кстати, забыл сказать. Но, если вы, конечно, играли в прошлые года, то вы знаете это. Они летят прям сразу, как только сирена прозвучала. Они сразу же вот летят. Не пройдет там где-то 10 секунд. А прям, что же скажу, сразу. Поэтому вас сразу же не успеют убить на диктаторе, если вы будете. А вы успеете доехать, в принципе, до метки голда. Но, если у вас они будут, ну, как бы метки голда будут где-то по краям. То вам, конечно, не повезет. Вы не успеете доехать. Но, если вы будете, конечно, рядом, успеете. Ну, ребят, в принципе, это понятно и каждому. То, что на диктаторе здесь лучше всего играть. Но, также могу сказать, что на хантере, ну, сказал бы, на хантере тоже хорошо играть. Но не скажу, потому что сейчас хантер пофиксили немножко. И, после того, как он кого-то, например, заряжает своей магией, такой, можно сказать, у них остается 5 секунд еще, чтобы можно было включать снова припасы. Поэтому это плохо сделали. Тут это мне не нравится. И, поэтому, я бы лучше не играл бы на хантере. Я лучше всего играл на диктаторе. Также, ребят, еще в магазине будут коинбоксы. Да, на протяжении всего праздника в игре буткоинбоксы, откуда можно выбить максимум 100 тысяч танкоинов. Да, ребят, это не шутка. Они серьезно их добавят. И они, вроде бы, стоят примерно 10. Нет, 10 это раньше стоили. Сейчас, вроде, стоят они 20, либо же 30. И, потом, они их просто вообще уберут и никогда больше не будут добавлять. Я останусь в отдельный контейнер, где будут выпадать только припасы, где будут выпадать только танкоины. Это они уже потом сообщат, скажут все об этом. Ну, а так, хочу сказать, что я тоже прикуплюсь ими. И, кстати, давайте перейдем к скидкам. Скидки будут 30% на все, на ускорение 50%. Короче, в пятницу у нас будут скидки на, ну, точнее, в магазине, на многие там товары. Я точно не помню. Но 30% это самое главное. Далее, в гараже в субботу на пушке корпуса, модули, устройства. Там многое другое, кроме красок и еще что-то. И, также, в воскресенье будут скидки на ускорение и на улучшение. Ну, на ускорение 50%, на просто улучшение это 30%. Я, скорее всего, тоже немножко прикуплюсь, но прям на все не буду тратить. Там, чуть-чуть всего лишь куплю. Ладно, давайте дальше. Также у нас будут еще специально праздничные миссии, задания, которые мы должны будем выполнить за промежуток вообще всего празднования 1 апреля. Случается за все 5 дней. И давайте сейчас по порядку пройдемся по этим миссиям. Всего, ребят, будет 4 миссии. И первое заключается в том, что вам нужно набить за все время проведения праздника 2000 килов. И за это вам дадут 30 золотых ящиков. Я думаю, это нормально. В принципе, можно набить 2000 килов в режиме ДМ, если прям реально задротить. За 5 дней можно. Далее, ребят, немного странная миссия. Там нужно вам убить 15 джиггернаутов. За это вам дадут 15 тысяч писталлов. И, в принципе, ребята, какое-то странное реально задание. Потому что вам нужно будет играть именно на джиггернауте в режиме командный джиггернаут. Там же, как бы, нам добавляют специальный режим это ДМ. А джиггернаутов можно убить только в режиме, ну, то есть, где командный джиггернаут. И они специально так делают, чтобы люди играли не только в этом режиме, где специально падают повышенные супер голды. А еще играли в просто ММ в джиггернаутов. Не понимаю, почему так делали. Может, там тоже повышенные втихаря они там сделали. 1 апреля, может. Не знаю. Посмотрим. Ладно, далее. Третья миссия заключается в том, что вам нужно сбросить 30 золотых ящиков. И за это вам дадут 30 коинбоксов. Ребят, вы понимаете, да, о чем я? То есть, они нам сначала дают 30 золотых ящиков. Потом вы их и только сбрасываете. И за это вам дают 30 коинбоксов. И, в принципе, ребят, это очень выгодно. Потому что 30 коинбоксов реально четко. Но там, возможно, вам выпадет что-то не очень хорошее. А, возможно, и повезет. И выпадет там танкой, ну и сколько-то. В общем-то, я обязательно тоже сброшу их. У меня есть они. И давайте перейдем уже к четвертой. И в последней миссии вам нужно поймать 30 золотых ящиков в режиме «Каждый сам за себя», то есть на карте «Губаха». И за это вам дадут 100 всех припасов, кроме батарейки и золотых ящиков. Ну, это понятно. В принципе, тоже неплохо. Там вообще изи брать голды. Они тем более часто падают и очень быстро. Поэтому, если вам повезет с меткой, вы вообще быстро берете. То есть, это уже немножко другая тема. Ладно. Ну и, в принципе, ребят, это все, что я хотел рассказать. И вообще, все, что будет праздноваться в игре. Возможно, я что-то забыл. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если я что-то упустил. Это моя будет ошибочка. Но я вроде бы все рассказал. В принципе, карта, ребят, реально нормальна. Большинство игроков, думаю, будут играть именно на этой карте. Чем же заходить в АММ, где падают голды. Очень-очень редко. И там у вас будет шанс падения. Ну, маленький. Но и то, возможно, там вдруг монстр килл будет. А тут хоть и очень часто падает. И карта сам по себе небольшая. И можно доехать на каждый голд. Успеть на диктаторе. Просто тупо подъехать, забрать. Я вот именно буду на своем Иван Васильевича также попробую поиграть. Потому что у меня там диктатор почти МК-8 уже. То есть, почти фуловый. Даже на старшем лейтенанте. Представляете? И там будет вообще изи брать. Потому что тебя тупо слить никто не успеет. И я просто буду изи отжимать голдики. Эти супер голдики. Конечно, хотел сказать. Вообще, очень сильно я ждал этот праздник. Прямо вы не представляете, с какой силой. Прямо вот я даже когда ждал этот анонс вообще праздника. У меня прям дрожали руки. Потому что ждал, ждал. Когда же так пойти быстро записать. И вообще успеть главное. Чтобы вы посмотрели. И думаю, я успел все вам рассказать. Быстро тараторил. Знаю. Сорян, если я что-то быстро говорил. Вы не успели запомнить даже. Также будет ссылка в описании на форум. Где вообще празднуется этот праздник. И также на специальной миссии. Все оставлю. То есть, это официальная информация. Это ничего не мое предположение. Чтобы вы знали. Также еще раз хотел сказать вам огромнейшее спасибо за все поздравления. Которые я вообще прочитал в комментариях под последним видеороликом. Точнее, предпоследним. Перед ЗЛПшкой там. Ну, понимаете. Вообще, вот, ребят. Реально огромное спасибо вам за такие поздравления. Мне очень было приятно. Прямо когда читал. Прямо очень сильно радовался. Таким комментариям позитивным. Прямо настроение поднималось. Сейчас вообще очень хорошее настроение. Очень вообще радуюсь. Прямо реально. Особенно то, что завтра у нас уже будут повышенные голды. Ждите ЗЛПшек. Мега опасных просто. Не представляю уже, когда я же буду играть. Будет, наверное, прямо еще стану очень рано. В 5 утра. Чтобы записать для вас ЗЛП. Успеть в 9.00 выложить. Постараюсь. Если, конечно. Кстати, возможно, с музоном. Потому что утром я не смогу играть с голосом. Говорить. Поэтому просто под музыку сделаю. А потом уже где-то днем. Может вечером. Там смогу уже записать с голосом. И выложить тоже еще. Поэтому, ребят. Заходите завтра в игру. Как говорят там у нас разработчики. И оцените это. Такую небольшую акцию. На 1 апреля. Даже небольшую. Огромнейшую. Ну, к сожалению. Я не добавлю никаких новых сюрпризов. В эти специальные такие вот супер голды. Да, я забыл сказать. Но, ладно. Думаю. Ничего страшного. То, что не добавили. Танкойны некоторые даже хотели. Ну, ладно. Это не буду все уже рассказывать. Надеюсь, вам видос понравился. Я старался очень быстро говорить. Записывать все, что узнал сразу же вам рассказал. Надеюсь, вам понравилось. И вы поставите лайк. И, конечно же, если вы не подписаны, еще раз подпишитесь на канал. Не еще раз, а просто подпишитесь на канал. И, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о ЗЛПшках. Они будут очень скоро. Завтра, ребят. Поэтому ожидайте. Кстати, ребят, не забывайте сохранять вот этот скриншотик делать. И чтобы знать, где вообще зона всего падения голдов на карте Губаха. Ну, я буду с вами прощаться. Всем желаю удачи. Всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok